Всем привет! Это мой пятый видеоотзыв об автомобиле BMW X7 2020 года выпуска. Сейчас пробег 13 850 километров. Было сделано первое ТО при пробеге 13 тысяч километров дилером BMW автомобиля Баварии в Нижнем Новгороде. Стоимость первого ТО должно было стоить около 30 тысяч рублей. Я же заплатил около 19 тысяч рублей. Автомобили Баварии в Нижнем Новгороде сделали мне хорошую скидку, чтобы компенсировать финансовые затраты на мои неоднократные поездки в Нижнем Новгороде для решения проблем с биением колес. Если вы смотрели мои предыдущие ролики, то вы знаете, что купив мой автомобиль новый, я сразу же почувствовал вибрацию. Как оказалось, эта вибрация была из-за кривых шин. И я неоднократно обращался к дилеру, ближайшему дилеру, находящимся ко мне. Это Нижний Новгород в автомобиле Бавария. Неоднократно я обращался с вопросом биения колес. И все-таки всеобщими усилиями, также представительства BMW сюда были вмешаны, они контактировали с компанией Continental, и компания Continental все-таки заменила мне покрышки без дополнительных экспертиз. Так что, спустя 9 месяцев и около 12 тысяч пробега, проблема с кривыми шинами была решена. Шины поставили, естественно, новые, прислали их из Германии, отбалансировали, установили оригинальные груза. Надо отметить, что шиномонтажное оборудование у дилера BMW автомобиля Баварии очень хорошее. Сам шиномонтажный станок имеет усиленную третью лапу, третью руку, как говорят, прижимные ролики. Я даже еще такой станок не видел, хотя я очень интересуюсь шиномонтажным оборудованием. А также у них есть хороший балансировочный станок Hunter, он имеет прижимной барабан. То есть, во время балансировки прижимной барабан имитирует давление дороги. Станок это все считывает, считывает кривой протектор, если он кривой, да. И тем самым получается более качественная балансировка. И более того, если вы балансируете все четыре колеса, то этот станок может вам показать, на какую сторону и какую ось он рекомендует установить каждое колесо, отбалансированное на этом станке. Надо еще отметить, что балансировались колеса жестко. То есть, Run Flat все-таки дает о себе знать. Вот, возможно, Run Flat Continental дает о себе знать, потому что на одной из покрышек я увидел вот такие данные. То есть, на наружную сторону станок попросил приклеить аж 125 грамм. Конечно же, было колесо сразу снято, отжато от обода покрышка. И покрышка была прокручена там на 180 градусов, накачана снова и отбалансирована. То есть, показала она, насколько я помню, что-то 15 на наружную сторону и на внутреннюю сторону 75. Все равно, конечно, это много, я считаю, много. Тем не менее, так наклеили. Посмотрим весной, как это будет выглядеть в итоге. Надо еще как бы отметить, что прижимной барабан при балансировке дилер не использует. То есть, он у них практически новый. То есть, станок уже поездный, прижимной барабан новый. Ну, работники это аргументировали тем, что они как бы непрофессиональные шиномонтажники. У них непрофессиональный станок. То есть, они так маниакально к этому не подходят. Поэтому просто балансируют колеса и ставят на машину. То есть, прижимной барабан у них не используется. Я, конечно, с этим не согласен. Я считаю, что это неправильно. Тем более, поезженные колеса, если заказывается балансировка, лучше всего балансировать с прижимным барабаном. Но хочу еще дополнить, что все четыре колеса, как я и сказал, по-жесткому балансировались. Это значит, что просили они от 60 грамм и выше. То есть, 65, 70, 75 грамм наклеивать там на одну из сторон. Мне есть чем сравнить Runflat, тот же Bridgestone. Я покупал покрышки отдельно, диски отдельно. И сам собирал эти колеса своими руками в своем шиномонтаже. Можно посмотреть. Вот одно из колес взять. Соответственно, сколько грузов требовалось. То есть, тут сколько? Около 50 грамм, допустим, наружная сторона, внутренняя сторона. Я даже не вижу, где груза. То есть, Bridgestone балансировался лучше, требовал меньше грузов, чем тот же Continental. Так что, делайте выводы. Лично я вообще люблю шины Nokian. То есть, взять Land Rover мой. У меня зимой Nokian, летом Nokian. Я считаю, это одно из лидирующих шин. Это мое личное мнение. Вы, конечно, можете с этим не соглашаться. Совсем недавно я установил камеру. Ставится она под зеркало заднего вида. Вот оно такое. Вот здесь у меня камера, флешка. Все подключил. Ставил сам. Но я имею навыки автоэлектрика. Замечательнейшая камера. Если вам будет интересно, я более подробно расскажу, где я покупал, как устанавливал, как подключал и так далее. То есть, кому интересно, пишите в комментариях. Я, соответственно, если это будет требоваться, сниму об этом ролик. Также, когда я делал первое ТО на машине, заявил о такой проблеме, которую я увидел в процессе эксплуатации машины. Вот такой шовчик. Его видно. Он ощущается пальцем. То есть, по моему мнению, здесь была трещина. Возможно, у производителя, либо какой-то надрез. Он был отремонтирован на производстве. И, соответственно, кожа была покрашенная. Представители дилера BMW автомобиля Баварии это все отфотографировали. Сказали, позвонят в течение двух-трех дней. Звонка не было. Надо отметить, что согласовали замену, отказали в замене и так далее. То есть, странно. Но, по моему опыту, у меня опыт уже достаточно большой. Я имею новый Range Rover, новый BMW. Если дилеры не звонят в течение двух-трех дней, значит, скорее всего, гарантийная замена была отказана. Я в дальнейшем расскажу об этой проблеме. Ну, то есть, небольшой проблеме. Отказали в замене или согласовали замену. Ну, а так, в целом, повторю, пробег 13 850 километров. Надо сказать, что машина радует. Радует своими ходовыми качествами, своими тормозами, динамикой. Это BMW. Я покупкой доволен. В общем-то, доволен, как решаются проблемы гарантийного характера. В том числе, вот, шины. Это все-таки дорогая гарантийная замена, по моему мнению. Проблем с машиной сейчас практически никаких нет. Все замечательно. Маленький нюанс. Вот, допустим, люк бензобака. Если вы видите, он сдвинут назад. И вот эта часть уже практически задевает о кузов машины. То есть, при последующем посещении дилера я обращусь об этой проблеме, скажу им. Надо признать, что я им уже об этом заявлял. То есть, она не была, эта проблема решена. Но со второго раза они мне заменили вот этот фиксатор. То есть, он и раньше там на Е70 кузовах, насколько я знаю, проблема такая была. То есть, он плохо фиксировал люк. И по сей день эта проблема осталась. Мне его, кстати, тоже меняли по гарантии. Но лючок, повторюсь, не был отрегулирован. Меня такой зазор не устраивает абсолютно. То есть, вы даже видите это на камеру. Все-таки это BMW. Такого быть, по моему мнению, не должно. На этом все, что я вам хотел сказать на сегодняшний день. Если вам нравится, ставьте лайк. Не нравится, ставьте дизлайк этому видео. И подписывайтесь на канал, если вас интересует далее, что будет с моей машиной. Буду подробно рассказывать о проблемах, если они будут возникать. И опыт эксплуатации. И так далее. Всего хорошего. До свидания.